Привет, друзья! Подписчики мои, у нас сегодня на обзоре вот такой вот Дредд Богамут от компании Флайм! И хитрые Такара Томи такие, а-а-а, вот вам новый Дредд Богамут, ну то есть вот такой Дредд Богамут, да? Но положим его в рандомные диски, как хотите, так его и находите, и деталей мы вам для него не положим. Но при этом вы можете купить у нас ещё и Джокера, и ещё и Фафнера, и у вас будет полноценный Бэйблейд, да? Вот такие дела Такара Томи хитрецы, и потом они выкатывают нам ещё и Лорд Спригана, в котором будет Дредд Богамут, но уже скомбинированный. Как-то так. Но компания Флайм ещё хитрее, ещё круче, они такие, э-э-э, мы сейчас вам положим нормальные детальки, главное покупайте у нас Блэйд. И в отличие, допустим, от Роктавора, с которым были проблемы, в отличие от, по-моему, Дэд Хэдис, не помню, но, короче, Роктавора точно долго на рынке не было, потому что он был в рандом бустере. С Дредд Богамутом всё гораздо быстрее, прям пам-пам-пам, вот уже на обзоре окей. Поехали открывать. Так, он уже у меня уже открыт, на самом деле, если честно, я вам расскажу секреты, да-да-да-да-да. Я открывал, глянул, что там было, чтобы не прогадать. И, в принципе, то, что я увидел, меня, наверное, и устроило. Покажу вам, сейчас и вам. Покажу вам, сейчас и вам. Так, коробка пустая, не нужна. По наполнению, такой же ровно запускатель, как был у Wizzard Waffner от компании Fly. Неплохой, между прочим, пускатель. Текст с красной ручкой, годится, готово. Дальше, вот такие вот наклейки, их я клеить не буду. И покажу вам, что же было здесь внутри. Текст. Текст. Пакет не нужен. Итак, первое, конечно же, это слой. Слой действительно работает. Вот такой он классный, удивительный слой, мне очень нравится. Слушай, нормально сделано, единственное, что, конечно, ну вот качество пластика, ну вот ты прям трогаешь, и прям такой... И трогаешь вот здесь, прям муака, муашечка, а здесь такой... Вот, а идет у него вот такой металлический диск. По-моему, от Ace Dragon, я уже начинаю в этих дисках немножко понимать. И вот такой вот богамут, богамут, богамушечка. Так. Годится. А вот такой у нас Дредд Богамут. И деталь у него от Fafner, причем я такой думаю, странно, Fly, но у вас же есть, come on, у вас же есть детальки все крутые от Джокера. Почему нельзя было дать ему драйвера от Джокера? Ну, такие дела. Наконечник от Wizard Fafner, вот такая вот рамочка у него, и ух-тиш, происходит мейджик, мейджик. Левосторонний богамут. Красивый, не, красивый, конечно, ух-тиш, не поспоришь. Арена, волчки, богамут. Поехали играть, я даже не знаю, пускачку, пускачку. Кстати, сейчас покажу. Сейчас, секунду. Я просто ее убрал уже немножко. Вот смотри, оригинал на Каратоме. Ой, оригинал, Flame, оригинал, Flame. Да, вот так, а вот так. Ну, вы поняли, короче. Запускай буду, наверное, с его запускалки, чё бы и нет. Ну что ж, первый соперник, я даже не знаю, кто. О, Кирбеус. Не самый сильный, не самый слабый, достойный волчок. Почему-то всегда в роликах распаковка и первый дубль я лажаю. Я не знаю, почему первый запуск у меня происходит какой-то мешечка. И Роктавор развалился, ты посмотри. Ладно, берем кого-то послабее. Twin Nemesis, поехали. Кстати, я все жду, когда мне СБ выкатит Twin Nemesis и Green. Ой, какая кайповая пускачка. Нормально. Я особо не дернул. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Проблема Дред Богомута распространяется и на компанию Флайм. На самом деле, я не ожидал такого поворота. Я думал, сейчас будет что-то крутое. А по факту ровно то же самое, что и с оригиналом. То есть, если вы будете брать подделку Дред Богомута, знайте, что такое может быть. Дальше, Ace Dragon, компания Флайм. Ваша любимая, между прочим, компания, между прочим. Я, знаете, я раньше... Ну-ка, другую пускалку возьму. Я, когда начинал снимать ролики, я очень сильно топил за компанию Санг-Сити. Но мне в комментариях прилетало, что СБ круче. Что СБ круче, а Флайм типа средняя компания. Но потом что-то случилось. Я не знаю, что случилось с вами, да, в первую очередь. Но мне начало прилетать то, что компания Флайм гораздо лучше, чем СБ. Я не знаю, почему. Но вот так. О, хочу вот этого парня, Байса Леопардика, хочу посражать сегодня, да. Почему бы и нет. Вот. И мне стало прилетать очень много смс-ок, что компания Флайм гораздо лучше, чем СБ. Вот. Поэтому в комментариях, друзья, отпишитесь, что все-таки лучше. Так, я хотел этого найти, на самом деле, на эксклюзивных волчков. Смотри-ка, прыгает Байса Леопард, но он слабенький, я могу понять. Соли... Давай посмотри. Драйвер, стой. Драйвер, драйвер ушел погулять, у него своя жизнь, свои правила. Он такой, говорит, я не буду сниматься в своих роликах Ньюгамоша, ты меня достал. Я такой, нет, нет, нет. Кого бы взять-то, я не знаю, посерьезнее, хочу кого-то взять. О, нашел Вененко Валкери. Сейчас будет вообще круто, сейчас будет вообще мощно. Слушай, Валькирия в сравнении с Бахамутом такая маленькая, такие мощные удары наносит, смотри. Но при этом не может взорвать, при том, что Твин Немезис и Ace Dragon с легкостью одолели. А ваш любимый Валтераек облажался и не смог уничтожить. Хотя, кстати, смотри, ну-ка да еще бой проведем. Не-не-не-не, почти-почти-почти взорвал, ну-ка да еще бой. Короче, я не знаю, я ожидал Флэйм, то, что Флэйм сделают реально парни невзрывающие у всех. Но при этом они такие, не-е-е, нам, нам пофиг. Нам главное, внешне похож, и все. Хотел найти эксклюзивных Блэйзов своих, не знаю, где они, потерялся. Где-то потерялся. Вопрос. Вот так вот Валькирия разбирается с своими соперниками. Валькирия молодец, муа, красава, красава Валькирия. Эээ, сейчас я достану драйвер от Кирбелса. Эээ, эээ, старый, старый, я стал. Эээ, все, достал драйвер от Кирбелса. Сейчас устроим битву, которую я и хотел устроить в начале данного ролика. Почему бы и нет, да? Кстати, смотри, что заметил. Пружина-то красная. О-о-о, необычно. Фикс. Ну давай, Кирбелс, не подведи батю. Поехали. Вау! Слушай, взрывной финиш для Кирбелса. Обалдеть. Представляешь, какой бахамут. Ну вот где-то может, где-то не может. Я не могу понять, с чем данная история связана. Разобрался на два щелчка причем. Давай-ка вам что возьмем такого. О, знаю кого. Рок-дрэгон. Жух. Жух. А! Сразу же. Я расскажу вам, продавцам, такой лайфхак. И если приходит в магазин покупатель и говорит, что такое Beyblade Burst, вы говорите, сейчас покажу. Берете дред богамута и взрываете его, ну, как бы, да, другим волчком. И говорите, ну вот, собственно, это и был Beyblade Burst. Люди такие, вау! Хочу поиграть уникальными блейдами. А я не знаю, где. А я не знаю, где они. Ладно, возьму, пожалуй-ка я слэш-валькирию. Погнали. Бу! Так. Взрываю. Взрывай, 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 давай, 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 Валькирия, 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 давай, давай. Проигрывает Валькирия и разобрала хоть немножко. Да, на один щелчок нормально подкрутила его, но нет. Че, у Затахилес? Почему бы и нет? Давненько... Все, все, разлетелся Дред Богомут. А я, кстати, не знаю, где он, народ, я серьезно. Я серьезно, ща приду, подожди, уходи. Сходил, нашел, был он недалеко. Вот, собственно, вердикт у меня уже готов по этому волчку. Сейчас давай еще бой проведем один. И потом уже скажу свой результат, свой финальный такой монолог. О, Дред Хейдис хочу посажать. Смотри, Дред Хейдис прям держится достойно. С ума сойти. Сейчас в игре обалдеть. Дред Хейдис еще и проиграл. Друзья, я думаю, можно подводить какие-то итоги, да, по этому Бэйблейду. Что хочу сказать, что, в принципе, компания... Ой, как. Слушай, а в оригинале так же? Подожди. Крылышки открылись? В оригинале так же крылышки открываются? Слушай, да, в оригинале так же крылышки открываются. Прикольненько. Друзья, что хочется сказать по этому Балочку? Что компания Flame постаралась действительно такого найти достаточно сложный, трудный и дорого. А это, в принципе, дешевый, неплохой вариант Балочка. Но если вы коллекционер, фанат как я, то, конечно, покупайте. Но если вы хотите просто коллекцию пополнить, то можете взять, да. Но если вы хотите с ним выиграть на турнире, или вам он очень нравится, то, ну, шансов победить у вас с ним нет. Я думаю, как-то так. А вот, поэтому такой символ классный. Подписывайтесь на канал, ставьте луксы, нажимайте на колокольчик. С вами был Латч Ведущий. Всем удачи, пока, пока, с какой-то ролики. До свидания, народ.